Не простым, футбол будет интеллектуальным. Что такое интеллект? Кому-нибудь объяснять нужно? Нет! Что такое футбол? Объяснять нужно? Нет! Я тоже думаю, что не надо. И сегодня у нас в конкурсной программе участвуют старшие отряды. И я приглашаю представителей третьего отряда на сцену в таком порядке. Так, ну давайте мы им надо поаплодировать сейчас, быстренько. Быстренько прикрепляем. Прикрепляем дверь руки. Так, чтобы были понятные имена. Но тогда пока не прикрепляем, я все-таки объясню. Итак, мы сегодня с вами играем именно в футбол. То есть, кто больше, какая команда больше забьет голубь, та и выиграла. Но забивать голы мы будем не ногами, а интеллектуально. А может быть еще как-то по-другому. Что значит интеллектуально? Вся сегодняшняя игра посвящена спорту. Спорту, спорту и еще раз спорту. Итак, третий отряд вы готовы? Да! Готовы. Тогда я приглашаю участников третьего отряда на сцену под аплодисменты. Подходите сюда. Будем знакомиться. Итак, от третьего отряда у нас сегодня участвуют. Это Евгений, помаширунка Евгений. Это Александр. Запоминайте, помаширунка Александр. Ну, в футбол, говорят, девчонки тоже играют. Поэтому Настя здесь. И здесь шесть третьего отряда. Это ГОВА. Аплодисменты. Итак, конечно же, футбольную команду. Футбольных команд будет две, поэтому распределять по командам мы будем соответственно пополам. Итак, два представителя одного отряда идут в одну команду, которая будет находиться здесь, а двое в другую. А что это такое? Итак, следующий, конечно же, по порядку идёт второй отряд. Представители второго отряда. А дети аплодируют. Ну, тут, наверное, выбирали специально, кто играет в футбол, кто-то и пришёл на интеллектуальный футбол. Итак, я представляю участника второго отряда. Это... Подойдите поближе, я ваши имена вот увиду. Ага. Это... Серж. Так написано. Это... Там написано. Леха. Две точечки. Извините, не видно. Лёха. Вот это замечательное русское имя, распространённое. Олич. А это Влад. Аплодисменты. Я не знаю, как мне распределиться. Итак, два человека туда, два сюда. Итак, парни высокие, но сейчас будут ещё выше, потому что я представляю команду первого отряда. Хотя, в ходу будем подходит, да? Скоро. Лобуем, 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 лобуем. Это Влад. Влад. Это Влад. Это Макс. Егор. И Рома. Вот по вашим аплодисментам я поняла, что вы знаете Рома. А что, Влада не знаете? Да. А Макса знаете? Да. А теперь знаете ещё и это Егор. Да. 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 Пожалуйста, первый отряд распределяемся. Два туда, два сюда. Ну и всё прекрасно. Итак, я думаю, что отдельные аплодисменты Насти из третьего отряда. АПЛОДИСМЕНТЫ Всё достаточно просто. Итак, на экране у вас сейчас появится вот такое слово. Слово самое понятное. Футбол. Конечно же, тут под каждой буквой расположен футбольный мяч. Как вы сами понимаете, под каждым футбольным мячом у нас есть задание. Команды выбирают футбольный мяч, выполняют определённые задания, а затем на табло появляется счёт. Как в футболе? Кто забил, тот молодец. Кто пропустил, тот кто? Огурец. Огурец. Совершенно верно. Итак, вам всё понятно? Да. Ну а для того, чтобы вас различать каким-то образом, я думаю, что вы сами понимаете, первое, что мы должны узнать, это название вашей команды. Спортивное название. Посовещайтесь и выдайте, пожалуйста. А мы пока им поаплодируем. А Була молодец, он всё время вовремя включает музыку. Аплодисменты Диджио! 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 Готовы? Готовы? Итак, давайте так, кучку здесь чуть-чуть поближе, чтобы вас видели зрители. Прячутся за мной. Все, посмотрите. Вот сюда, поближе. Шаг вперед. Молодцы. Ну, так как они были первыми, поэтому давайте и командуйте. Как называется ваша команда? Наша команда называется «Малыши Базби». Ну что ж, «Малыши Базби». Самое главное, чтобы я могла это выговорить. «Базби». Итак, «Малыши Базби» аплодисменты. Итак, ваша команда, Леха? Малыши из «Газмяса». Но «Малыши из «Газмяса»…» Может быть, назовем просто «Малыши» «Газмяса»? Прям «Мясо»? «Газмяс»! «Мясо»! Итак, все-таки «Малыши» «Газмяса». Аплодисменты «Малышам» «Газмяса». Ну, самое здоровье, что получилось, что и там, и там «Малыши». Поэтому силы будут равны, поэтому игра обещает быть интересной. А мы ждем, как вы будете аплодировать. Покажите. Ну и теперь, конечно, я понимаю, у кого микрофон, кто капитан команды. Правильно я поняла? Да. Поэтому я прошу капитанов команды на чечево разыграть. Кто начинает первый, выбирать мяч. Итак? Начинаем. Вы начинаете. Команда «Газмяс» отдает право команде «Малышам» другим начать игру. Итак, пожалуйста, Рома, посовещайтесь. Смайлик, смайлик, смайлик. Итак, начнем со смайлика. Ну что ж, давайте посмотрим. Еще один смайлик. Итак, вы не поверите, но команда, которая выбрала «Футбол Плюс», очень смахивает на название «Стоматолог Плюс» и так далее. Но «Футбол Плюс», я вам скажу, что действительно им попалось первое задание, может быть, к футболу сильно такого отношения не имеющее. Хотя, каждый футболист, он просто обыкновенный человек. И ему тоже хочется после игры что сделать? Развлечься, правильно? Развлечься, сходить в клуб, в клубе, конечно же, что сделать? Потанцевать? Поэтому этот конкурс будет танцевальный. И начинает команда, выбравшая «Футбол Плюс». Итак, команда, выбравшая «Футбол Плюс», идет вот к той лавочке. Подходим к лавочке все. Берем любой спортивный инвентарь. Один в руке. Да-да-да. Рома выходит. Так, так, так. И теперь остаются обе. Итак, посмотрите, так как танцевать мы будем, на дискотеке танцевать умеем все, а так как у нас спортивное мероприятие, то станцевать нужно будет обязательно со спортивным инвентарем. Но как мы будем оценивать? Оценивать мы будем танец, если только инвентарь будет использоваться. Понятно? Да. Ну а теперь про жюри, потому что оценивать у нас будет действительно жюри. В жюри сегодня входит художественный руководитель лагеря «Орбита» Ковалев Александр Сергеевич. И два два три лагеря «Орбита», но пусть не эта смена, а всегдашний. Да и плюс просто обалденный футболист это Александров Денис. Зал поддерживает. Чем больше вы используете инвентарь, тем больше у вас будет очков. Все понятно? Готовы? Да. Готовы? Да. Готовы? Итак, мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Лёха, Лёха! А ну ты, Лёха! Лёха, Лёха! Лёха, Лёха! Лёха, Лёха! Лёха, Лёха, Лёха! Ну ты, 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 ты! Аплодисменты! Пожалуйста, пожалуйста, если бы я не поделал. Конечно же, футболистам проще было бы оторваться, если бы они пришли после игры, правда же? А тут вроде бы и так отдыхали, да ещё и отдохнули танцуя. Но всё равно вы молодцы, аплодисменты обеим командам. Но я думаю, что мы после каждого конкурса будем выставлять счёт на таблу, поэтому, ну давайте, зажжём. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, из-за этого другая команда получает один гол. Так получается. 1-1, аплодисменты и мы продолжаем. Итак, пожалуйста, малыши, газ, мяс, убираем букву. Микрофон можно включить и сказать его. Мы убираем букву «О». Буква «О». Итак, вот этого я ждала долго, потому что сейчас мы будем проверять, насколько наши дети в лагере «Орбита» внимательные, любознательные и имеют хорошую память. Этот мяч называется «Неделя спорта». Мы с вами прожили таких полноценных дней в лагере «Орбита» неделя. И если каждый из вас наблюдал, то вот здесь ежедневно вывешивалось расписание дня, или, так скажем, план дня, в котором на… Ну, внизу на листе было написано о каком-то известном спортсмене некая информация. Видели? Да. Видели? Да. Вы видели? Да. Вот они видели, а вы видели? Видели. Поэтому «Неделя спорта» так и есть. Ваша задача – кто быстрее узнает, о каком человеке идет речь? Да. Задание понятно? Да. Каким образом… Сарюш, дай, пожалуйста, и микрофон. Каким образом команда дает знак, что она готова ответить? Ну, не знаю. Может быть, выбегает вот сюда вперед. Кто первый, тот и говорит. Договорились? Да. Итак, готовы? Да. Ну, тогда… Ну, тогда я начинаю. Внимание, я начинаю. Первый вопрос. О ком идет речь? Абсолютная чемпионка Европы. Абсолютная олимпийская чемпионка в Афинах. Из-за досадной ошибки в выступлении лишилась олимпийской медали в Сиднее. Но сумела довести выступление до конца и завоевать бронзовую медаль. Кто это? Так. Выбегаем, выбегаем, бежим, бегом. Давай, давай, давай. Кто? Помогаем. Кто-нибудь вылетит сюда? Кто беден, вылетит туда, отвечает. А вот в этом стоит вся закладка. Если я скажу, какой вид спорта, то вы сразу же угадаете. Хорошо, тогда я имею подсказку. Это было напечатано в плане работы 1 июля. Буквально вчера. 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 Есть ответ? Нет ответа. Есть ответ? Нет. Выбегайте, если есть ответ. Выбегай, Олич. Вспоминаем сказку и выбегаем. Давай, давай, давай. Да, да, да. Именно так. Это? Слудская. Кто? Слудская. Ну, про Слудскую мы еще напишем, но до сегодняшнего дня мы про нее не писали. Итак, это Алина Каваева. Аплодисменты лагерю «Орбита». Итак, мы продолжаем. Второй вопрос. Один из самых техничных игроков в истории мирового хоккея. Заслуженный мастер спорта погиб в автомобильной катастрофе на самом пике своей популярности. Итак, кто был первым? Малышком первым. Он мне на ушко сказал, я слышала. Кто это? Харламов. Харламов. Ну, они сказали тоже Харламов, но эти были быстрее. Итак, аплодисменты команде. Малыши. Барбик. 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 Ой, извините. Оговорочка по Фрейду. Поехали дальше. Третий вопрос. Этот спортсмен начал заниматься любимым видом спорта с четырех лет. Отличается универсальной манерой катания, сочетанием сложнейших прыжков с оригинальной хореографией. Итак. Это? Это Алексей Якутий. Аплодисменты. План работы 30 июня. Все подтверждается документально. Четвертый вопрос. Это заслуженный мастер спорта, чемпион Олимпийских игр Европы. Установил 35 мировых рекордов на чемпионате мира в 1991 году в Токио. Он выиграл со скромным результатом 5 метров 95 сантиметров. Но компьютер определил, что в победной попытке он перелетел планку на высоте 6 метров 37 сантиметров. Это... Можно музычку там как-то пытаются подсказать. Итак. Есть? Давай, давай, давай. Кто? Кто? Кто ли? Давай. Давай. Бубка. Это? Бубка. Это Бубка. Конечно, Бубка. Хорошо, если сказал Бубка. Итак, план работает за 29 июня. Что же вы такие невнимательные? Следующий вопрос. Российский спортсмен 22 года был в составе одной команды. В составе сборной СССР в 56 году стал олимпийским чемпионом. 11 раз признавался лучшим вратарем страны. Один из лучших вахарей мира. Яшин. Это? Лев Яшин. Лев Яшин. Лев Яшин. Яшин. Лев Яшин. Абсолютная вера. Аплодисменты. Следующий вопрос. Заключительный. Шестой. Подбегать надо быстрее. Российская спортсменка и тренер. Заслуженный мастер спорта. Чемпионка олимпийских игр мира Европы СССР. В парном катании. Член общественной палаты Российской Федерации. Это? Сал. Кроме слуха они вообще не голодезают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, это пенальти. Ну, кстати, вот давайте, может быть, вы более точно объяснили, что такое пенальти. Рума, объясни, пожалуйста, залог. В общем, это штрафной удар с 11 метров, которым не ставится защита, ничего. Вот, придуман человеком по той же фамилии, по-моему, пенальти. Придуман игроку, придуман для того, чтобы, ну, нет, как вот я как женщина понимаю, то есть ему никто не мешает, правильно? Никто не мешает, он может бить, а уж там попал, не попал, это что получается? Везение, умение, мастерство. Согласны? Итак, мы играем в пенальти. Наша пенальти состоит, ну, конкурс-то у нас интеллектуальный, правильно? Поэтому состоит тоже из вопросов. Ну, вопросы здесь будут по-другому задаваться. Ваша задача определить, верите ли вы в моё высказывание или не верите. Итак, если вы говорите «да» и совпадает ответ, значит, вы зарабатываете очко. Если вы говорите «нет», а на самом деле «да», то вы его не зарабатываете. Всё понятно? Но здесь каждый будет отвечать за себя. Итак, кто начинает сейчас? Вы? Пожалуйста. Пожалуйста, Рома, выходи сюда, вопрос тебе. Итак, будьте внимательны. Помимо того, что у нас спортсмены занимаются спортом, они всё время думают о своём здоровье, правильно? Верю. Ну, здоровый спортсмен – это значит хороший спортсмен, правильно? Да-да. Ну, поэтому, если вдруг встретятся вопросы, которые содержат ещё и вопросы о здоровье, будь внимательны. Итак, «да» или «нет», в лимонах, Рома, содержится сахара больше, чем в апельсинах. Да. Абсолютно верно! Аплодисменты! Поехали! Евгений! То же самое. Спорт, здоровье, всё вместе. Видите, самый важный витамин для роста – это витамин С. Будет случаться? Не знаю. Я не слышу. Нет. Очень простой. Нет. Это тоже правильный ответ. Нет, потому что самый важный витамин для роста – это витамин А. Влад. Итак, Влад, скажи, пожалуйста, видишь ли ты, что счёт олимпийских игр ведётся с 776 года до нашей эры? Да. Вы не умеете в метрофон разговаривать? Да. Да. Круче! Да! Да! Совершенно верно! Молодец! Поехали! Лёха! Итак, Алексей, можно вас так называть? Алексей, правда ли, что длина дистанции марафонского бита составляет 42 километра 195 метров? Нет. Но я хочу тебя расстроить. Это правда. Я не обманывала в данный момент. Дальше. Следующий. Итак, Егор. Правда ли, что размер и сила мышечных клеток зависят от количества и качества питания? Да. Ну, я тебе хочу сказать, конечно же, нет. От чего это зависит? Только от физических упражнений. Аплодисменты поддержим командой. Продолжаем. Серж. Серж. Вот сейчас очень интересный вопрос. В медицине диагноз синдром Мюнхгаузена ставится пациенту, который много врет. Нет. Конечно, нет. Такой диагноз ставится пациенту, у которого постоянное желание лечиться. Аплодисменты, что же вы молчите. Олеч. Вот, не знаю, тут либо угадаешь, либо нет. Младенцы рождаются в бесколенной чашечке. Она появляется в 2-6 лет. Нет. 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 А что они бы поздали? Ты думаешь, они знают? Нет. Знаю только я, потому что покопалась в энциклопедии. Ну, это тоже неверно. Он действительно рождается в бесколенной чашечке, представляешь? Аплодисменты команде. Дальше, дальше. Макс. Правда ли, что самые маленькие кости человека находятся в кистях рук? Нет. Нет, это правильно. Они находятся... Они находятся в ушах. Это кости длиной менее 4 миллиметра. Называется такая кость стремичка. Вова, не подкачай. Вова, ты слышал когда-нибудь такое имя Пифагор? Слышал. Так вот, Пифагор античный ученый. Правда ли, что он побеждал на Олимпийских играх? Нет. Так вот, я тебе хочу сказать, что да, в кулачных боях, аплодисменты поддерживаем команду. Следующий. Влад. Есть такой вид спорта? Бобслей. Правда ли, что санки в бобслее называются боб? Нет. Да, да. Да. Может, он в бобслейшке такая-то и называет в бобслее. Почему боб? Не знаю. То есть бобслей. Так что ли? Тогда или нет еще раз? Да, да, да. Он говорит, что да, и я говорю, что да. Действительно, бобслей, санки называются боб. Наверное, вид спорта назвали именно так. Поаплодируй. Но, Настя, я тебе хочу сказать, что вопрос этот уже не раз мутировался в массах. Поэтому будь внимательны. Пять колец, про которые мы говорили неоднократно, символизируют такие цвета и континенты. Голубой – это Европа, желтый – Азия, зеленая – Америка, красная – Австралия, черная – Африка. Так это или не так? Рука. А может быть, он неправ. Итак, еще раз. Нет. Итак, пять колец, пять консистентов. Лиза. Да. Женка. Да. Итак, Настя говорит «да». А кто заметил ошибку, которая была? Я ошибку. Какая, Паша? Верла, это Австралия, а сейчас где-то месяц. Молодец, Паша, совершенно верно. Была запущена ошибка. Аплодисменты. И у нас остался только Александр. Итак, Александр, последний вопрос. Не подглядывай. Итак, правда ли, что слово «стадиус» произошло от слова «стадий», которое обозначает 600 ступеней? Нет. Нет. Я хочу тебя разочаровать. Это действительно так. Это да, а не нет. Аплодисменты обеим командам. Ну что ж, я думаю, даже если команды какие-то не знали ответы на вопросы, то теперь будут знать точно. Правильно? Да. Расстроились? Поддержите их. Итак, давайте посмотрим, что у нас на счетах. Счет 2-2. Вот я теперь поняла, почему наша футбольная команда никогда не выигрывает. Потому что болельщики такие. Продолжаем, пожалуйста. Делаем выбор, кто у нас сейчас. Буква «С». Буква «С». Буква «С». Итак, открываем. Ну и, конечно же, без этого конкурса обойтись мы не могли. Этот конкурс называется «Лица спорта». Что такое «Лица» надо объяснять? Не надо. Что такое «Спорт» тоже объяснять не надо. Итак, сейчас на экране будут появляться лица известных людей в спорте. Ваша задача или что сделать? Отгадать. Итак, кто первый начинает? Вашу команду. Итак, пожалуйста. Поехали. Так, тихо. Да, Олечка сказал, это как донесист. Надо сказать, кто это. Так, кто это? Поехали. Поехали. Ну что, время? Нет ответа? Нет. Вы право, уважаемые зони Александр Сергеевич, дают право команде другой? Да. Вы не знаете. Давайте послушаем эту команду. Это? Маран Сафин. Это Маран Сафин. Аплодисменты. Следующее для кого мы открываем? Для вашей команды. Лапы. Убери. Ларина. Можно подойти и потрогать. Он спрашивает, с собой отгаданная. Та, которая... 3700. 3700. Да, она выиграла. Нет ответа. У вас есть ответ? Да, у меня есть. Здесь написано, что это Светлана Мастеркова. Аплодисменты. А вы забывайте, это наша известная спортсменка. Следующая. Так, полная тишина в зале. Был вам музыку? Ну, это оба, Элина. Это вау. Почему нечестная? А вы слышали, что говорит Серж? Вот это вы, как я знаю, а ее нет. И так, есть ответ? Есть ответ? Говори, Саша. Это Кабаева? Нет, это не Кабаева, увы. Это не Кабаева. У вас есть ответ? Дите. Нет. Посмотрите внимательно. Фигурное картание. Что это? А вот зал знает? А вот зал знает. Пожалуйста, Галя. Это Ирина Родина и Александр Зайцы. Аплодисменты залу. Так, где вас? Где вас? Это Анастасия Быскина. Аплодисменты. Аплодисменты. Елена. Елена Азинбаева. Молодцы, такие аплодисменты. Следующая вам. Это Дэвид Бэкхэм. Это? Дэвид Бэкхэм. Я успела кричать. Грини бультыра. Дэвид Бэкхэм. Молодец, это Дэвид Бэкхэм. Аплодисменты. Вам. Да, включите микрофон. Это Шумакер. Это Шумакер. Аплодисменты. Дальше. Ягутин. Вот вы еще подсказывали с вами своим соперникам. Это? Ягутин. А как его зовут? Алексей. Алексей Ягутин. Аплодисменты. Так, ваше право отвечать. Лев Яша. Это Лев Яша. Совершенно верно. Кабаева. Это? Ты меняешь ответ? Нет. Ну, Кабаева. Ну, Кабаева. Это не но. Это Алина Кабаева. Аплодисменты. Следующая, ваша. Нет, это очень известный человек. Так, кто у вас там написал? Будем снимать. Вопрос. Нет. Девочка, девочка. Итак, у вас есть ответ? У вас есть ответ? Что это? В общем, наверное, это... Девочка, прыгнись. Это прыгнись точно. Так. Харламов? Но это не Харламов. Третья. Итак, вы не слышали, что сказала эта команда. Они уже ошиблись. Итак, что ты сказал после? Третья. Да, это Владислав Третья. Там все люди. Рональдо. Сейчас вы угадываете. Третья. Итак. Роналдо. Рональдо. Рональдо. Рональдо, аплодисменты! Абсолютно верно! Ягоров! Яромир Ягоров, аплодисменты! Ну и последний номер! Блин, Плющенко! Возьми микрофон нормально! Евгений Плющенко! Абсолютно верно! Ну что, я хочу сказать, что в принципе неплохо, поэтому можно сказать и то, и другой команде... МОЛОДЦИ! 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 Ну что, какой счет? Давайте посмотрим! Немножко там... Итак, счет... Как в Таунфорде? Сначала какой называют? Который больше, который меньше? МОЛОДЦИ! Слева направо! Два-три! В пользу Малыши Басби! Абсолютно верно! Кто выбирает следующий? Кто выбирает следующий? Вы, пожалуйста! ЧАСТЬ! ГОЛОДЦИ! БАТЬ! БУКВА БЕ! Ну, конечно, самое любимое соревнование, назовем их так, это, угадай, мелодию. Да потому что спортсменники уже очень любят слушать музыку. Поэтому, пожалуйста, да, Сережа, Максим, стульчик и два барабана вынесите сюда, Рома, один стульчик оттуда. Итак, в эту игру, конечно, любят играть все, и вожатые, и дети. У нас есть два барабана, лежат в викиле. Неправильно поставили? Правильно. Спинками друг к другу. Спасибо. Это по зоне командирка победит. Итак, по одному человеку из одной команды, из другой команды. Выходим, кто угадал, тот и победил. Все понятно. Подсказки будут в зале, значит, мы аннулируем, не принимаем. Так, подождите, вот тут вот есть реплика из зала. Громче, девочки. Малыши, парки, вы лучшие. Малыши, парки, вы лучшие. Кто скажет про Малыши и Газмят? Малыши и Газмят, вы тоже лучшие. Аплодисменты обеим командам. Итак, готовы? Рома, чуть-чуть назад. Поехали. Рома, чуть-чуть назад. Пошли его на небо, конечно. А я вас познаю обоих в свою команду. Ни тому, ни другому не рассчитывается ответ. Аплодисменты. Лёха Николаевич, поехали. Кто это был? Это была Виктория Дайнерка. И что-то там. Лейла, совершенно верно. Аплодисменты. Влад Серж. Ну, что вы так сказали? Да, вот так. Поехали. Саша, с твоим зеленьем. Да я не потому что. Я просто сама не могу не говорить. Скажи нормально. Сатисфэкшн. Бэни Бэнаси. Да, ну что ты первая? Молодец. Макс, что связано со спортом? Иди сюда, Саша. Иди сюда, Саша. Повторяю еще раз. Вот скажи, как ты думаешь, спортсмены, они что только в футбол играют? Домой приходят в музыку, слушают? Вот это их любимое. Поехали. Следующая мелодия. Именно вот эта. Давайте вместе. Три-четыре. Лей. Мы чуть не попали. Ну, в общем, лей, лей, не живей. Ну, не про то, что вы думаете. Это дождь. Дождь. Аплодисменты. Рома, Влад, Виктору, Массажер. Давай я буду держать свои руки, удобно. Поехали. Поехали. Вроде 10 с половиной. Пойдем поговорим туда. Я не знаю, но залпу посмотри. Терминатор. Это браво. Терминатор. Молодец. Аплодисменты. Дальше. Аплодисменты. 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 Сейчас красную карточку покажу. Ну, кто, почему-то. Нет? Ну, это сложно. А вот Кристина знает. Это гимн Америки. Аплодисменты. А? Ана, это кто? Настя. Ты кто-то говорил? Анастя, что это гимн. Конечно. Молодец, Влад. Я тоже поняла. А мы вообще гимн. Ну, что, мы продолжаем, Александр Анатольевич? Мы продолжаем. Кто? Смельчак. Давайте. Давай, Анатольевич. Давай, давай. Итак, поехали. Поехали. Руки уберите! Он еще дальше ничего не сказал! Да он еще ничего не сказал, только мы неправильно подсказали! Верка Сергеевичка! Ну что она поет? А еще кто? А можно еще раз? Может мы еще раз говорим? Полная тишина! Вот здесь исполняем эту песню! Полная тишина! Начали! Он бы подошел! Я вернулась! Он бы не приставал ко мне! Я ушла! Продолжайте, продолжайте! Аплодисменты! Итак, конечно, детей мы услышали. И вот здесь вот жюри говорит о том, что была подсказка из команды. Поэтому здесь Ольга не присуждается! Ну давайте еще раз! Даже стул сдвинул! Поехали! Полная тишина! Ольга! 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 Что делается? Безобраться! Говори! Как я не уверен, будем предполагать, что это дальнобойщики. Как ты не уверен? Тебе два нуля поездали! Два нуля! Что? А ты думал, это кто? Капитан дальнего плавания? Итак, принимаем, я не знаю. А я не видел, что они показывали мне. Вот здесь звучало слово дальнобойщики, а мы скилили во всю. Я не слышал! Принимаем? Нет! Не принимаем! Готовы! Готовы! Так, Влад, давай! Я маме слушаю. Кто у нас? Так, ты уже был? Иди, Егор! Поехали! Поехали! Дорога! 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 Тихо-тихо-тихо-тихо! Как это? Голубой лондон чего-то такой! Голубой кто? Голубой лондон? Бежиткачат! Голубой лондон? Конечно! Ага! Что у нас Александр Сергеевич? Последняя? Или еще? Еще есть. Продолжаем. Последняя, последняя. Пожалуйста, решающая, кто Влад, ты? Влад и Саша. Итак, последняя. Слушаем. С днем рождения. С днем рождения Лариса? Вика. Вика! Аплодисменты! Аплодисменты! Ну, я думаю, что, конечно, можно продолжать и бесконечности, но все-таки мы заканчиваем. Правильно, Александр Сергеевич? Я понимаю? Мальчики, пожалуйста, отнесите от стулья вот туда. Итак, давайте поаплодируем, обеим, нормально. Итак, смотрим на табло. На счетах 2-4. Пока переходит. Малыши, молодцы! 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 А конкурс будет самый элементарный. Итак, выбирали вы, начинаете вы. Берите футбольный мяч. Итак, все участники команды в футболе отсюда по одному с мячом. Ты набиваешь, мы считаем. Какая команда набьет больше? Та и победила. Нет, мы набиваем все команды. Итак, готовы считать? Да! Готовы? Поехали! Итак, следующий, берет, да? Аплодисменты! Лиза! Браво! Итак, это было 7. Продолжаем. Поаплодируйте им, это сложное. На рупление. Саша. Чем мы? Можно вот туда по игре? Поехали. Нормально. Два. Отправляем. Так, класс. Аплодисменты! Браво! Жирко! Спасибо Вильси, Александр Сергеевич, с нашим memынемем. Но это же старта была, извините. Поехали. А мы, мяты. Нет, но то, что уже от земли отбилось, конечно, мы не принимаем. Итак, все, все, Влад, подожди, подожди, Влад, подожди. Вы все сделали это? Они все сделали это. Аплодисменты. Итак, следующая команда, Влад, начинаем. Можно поддержать всем. Амоладист, Гарбон! Следующий. Один. Аплодисменты. Аплодисменты. Молодцы, мои добрые. Ты будешь последним. А сейчас мурная, ты не смеешься. Аплодисменты. Давай, ногу поднимай, поднимай, бей, бей по мячу, на резину только, давай, дальше, 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 быстрее, быстрее, набиваем, 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 принимаем так? Аплодисменты. Ну попробуй, Надя сама. Да. Да. Можно на коленке, на плечо, локоть. Раз, два. Ой, ой, молодец, ой, молодец. Аплодисменты. 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 У вас шесть. 40, 50, 60, 50. 10, 10, 10, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 22, 22, 23, 23 это тоже норма. Так, ну что же сделать так? Наверное посмотреть счет. Вот аплодисменты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И у нас осталось... Да, у нас осталось самое сложное задание. Итак, держите микрофон. Итак, этот конкурс называется «История спорта». Вот в этом конкурсе каждая из команды может заработать огромное количество баллов. Сейчас я буду командам зачитывать какую-то историю, которая произошла в мировом конкурсе. И будет задан вам вопрос. Каждая команда обсуждает эту ситуацию и выдает решение, выход из этой ситуации. У какой-то важный будет ближе совпадать с истиной, та команда зарабатывает очко. Но помните, что оригинальные какие-то свои вопросы, вернее, ответы, тоже будут решить о вас тяжелее. Все понятно. Итак, я прошу в зале соблюдать тишину. Кто меня слышит, хлопните, азьбор. Кто меня слышит, бар. Кто меня слышит, хлопните. Кто просто хлопните. Итак, вы выбирали, поэтому вам в первом право, да. Но вы тоже обсуждаете в порядке. Итак, полная тишина. Алексей Немов. Спортивная гимнастика. Олимпийский чемпион. Чемпион мира. На Олимпийских играх в Афина 2004 года. После выступления его, судьи поставили ему незаслуженно низкие оценки. Что произошло дальше? Который посетив. Который посетив. АПЛОДИСМЕНТЫ Это государный катор. Что было? Вот это? Восемья, взлом. Время. Пожалуйста, Рума, что вы решили? В общем, Леша расстроился и пошел рекламировать СОКОМ. Отлично. Он расстроился и пошел рекламировать СОКОМ. Не, ну видели же, да, все там рекламы. У него есть реклама с СОКОМ. Ну что ж, аплодисменты этой команды. Мы эту команду будем слушать? Уважаемые жюри, мы эту команду будем слушать? Давайте ваш вариант. Ром, Максим Кручев. Ну, он, если это были действительно не заслуженные оттенки, он попытался доказать. Вышел на мат и попытался доказать, что это неправда. Вышел на мат в смысле? Ну, вот ты что, ну, вот это? Не, ну, динамат у нас вышел на спортивный. На брусья, на козел, на козла. Короче, он там потерился на козле, я так понимаю, да? Нет. 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 Он просто вышел с доказательством своего мастерства. Ну что ж, пожалуйста, жюри принимайте и тот и другой, а я хочу вам рассказать, что было на самом деле. Итак, действительно, когда появились на табло оценки этому спортсмену, все, кто находились на скамейках болельщиков, это были как наши болельщики, так и болельщики всего мира, они все встали и начали аплодировать. А не аплодировали, не давая дальше продолжить соревнования. И закончилось тем, что сам Алексей Немок вышел и просто-напросто сам остановил все эти волнения. И олимпийские игры были продолжены. Аплодисменты! Итак, ваша ситуация, будьте внимательны, там учитываются все оригинальные ответы. Итак, слушаем. Российский биатлонист Максим Чудов во время гонки-преследования при спуске сломал лыжную палку. Что произошло дальше? Барбара Страйсэн. Барбара Страйсэн. Итак, пожалуйста, малыши Казмян. Пожалуйста, Саша. После того, как он сломал лыжную палку, он подъехал к тренеру, отдал сломанную обычную и поехал без них. Представляете, да? Едет. Подождите, я сейчас съезжу. Хотя вполне возможно. То есть он поехал к своему тренеру, сказал, дай мне другую палку, взял и поехал дальше. Нет? Еще раз тогда. Да, он ехал, да? Тренер же стоит, ну, там, ощущения стоят. Ну, тренер же не может постоянно находиться отряда? Да, да. Ради бога, пожалуйста, Влад, возьми микрофон и скажи, это громко. Он снял это просто и поехал дальше без них. Снял что? Ну, лыжную палку, никто не понимал, знаешь. А, выкинул, выкинул. А, понятно. Он выкинул лыжную палку по среднюю целую и поехал дальше. Аплодисменты, команда Казмян. У вас есть варианты? Да, есть. Короче говоря, все было достаточно эпично. Палка сломалась, была винтовка, достал винтовку, поехал на повороте, прострелил себе ногу, упал. Очнулся, доехал до финиша первым. Прекрасно. Ну, я думала, что он будет винтовку использовать вместо палки. А здесь получилось наоборот. Аплодисменты обеим, команда. Значит, я хочу вам рассказать, что было на самом деле. Вот эта команда была очень близка в Кинтене. Но вы же понимаете, вы же понимаете, что собственный тренер самого этого спортсмена не мог быть постоянно рядом. Но когда у него сломалась палка, неподалеку находился тренер сборной Германии. И вы не поверите, этот тренер сборной Германии просто-напросто подал ему целую палку. Это зафиксировано было, как, ну, я не знаю, это настоящие спортсмены, которые, главное, как говорится, спорт, здоровье и победа. Аплодисменты! Аплодисменты! Что произошло дальше? О, перезамачиваю, Ола. О, перезамачиваю. Итак, пожалуйста, ваш вариант ответа. В общем, никакой драки не было, просто игроки закончили играть, ушли со стадиона. То есть она плеванно играла дальше? Нет, матча не было, все, ушли. Матч закончился, все. То есть после клевка все разошлись? Да. Аплодисменты? Так у вас есть, пожалуйста? Так же, я его плюнула. Он плюнул, и они плевались еще 15 минут. Так было делать? Аплодисменты этой команды. Ну а теперь серьезно. Действительно, арбитр понял свою ошибку, и вы не представляете, он сам себе поднял красную карточку и ушел с поля. Аплодисменты этому арбитру. Аплодисменты этой команды. Аплодисменты. Вам вопрос. В 1992 году, на открытии Олимпиады в Барселоне, Олимпийский огонь был зажжен необычным способом. Как это было? Олимпийский огонь был зажжен необычным способом. Последнее место можно. Итак, слушаем. Ну, мы, короче, решили чем, но дело было так. Ну, когда спортсмен шел поджигать, то потух факел, ну и чем-то там подожгли. Ну, я представляю, если бы факел потух Олимпийский, это было бы что-то сенсационное. Но, ой, то он поджег, наверное, сжигалкой как-то, наверное, что-то, да? Ну, может, сжигалкой не сжигал. Спичкой. Они считают, что спичкой. Аплодисменты. Пожалуйста, вам. Руку убери, Моисеева. В общем, сейчас будет рефлексия. Моисеева, руку убрала. Ну, в общем, его зажгли очень просто. Взяли сигару, закурили. Пепел попал на огонь. Огонь вспыкнул. Волосы, правда, у того, кто поджигал кожу. Аплодисменты. Все было намного проще, но очень было красиво. Итак, огонь был отправлен в чашу с помощью стрелы. Аплодисменты. Поехали дальше. Итак, вам вопрос. Во время зимней Олимпиады, на которой нашу страну в танцах на льду представляли Ирина Рогина и Александр Зайцев, на второй минуте произвольной программы внезапно оборвалась монограмма. Что произошло дальше? Итак, пожалуйста. Настя, пошли. Девушку. Девушка, я буду сейчас. Попиши, Настю. О, время. Итак, Настя. Ну, может быть, что, да, фонограмма остановилась. Они напевали эту мелодию сами и продолжали свои движения. Продолжали танцевать, да? Аплодисменты. 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 Что произошло дальше? В трибурах, где сидели зрители, они начали петь песни и идти продолжать, чтобы она была. Да, они стали петь песни и продолжалось выступление. Кстати, песня была самая, самая известная. Она была... Калинка, Малинка. Сядь. Отлично. Итак, аплодисменты именем командам. Я хочу сказать, что действительно там все и было. Они откатали эту программу без музыки совершенно. Конечно же, зал приветствовал их стал. Но после того, как они закончили, все-таки на бит попросили откатать эту программу еще раз под музыку. Аплодисменты, команда. Салфу вам. Следующий вопрос. Итак, слушаем. В 1985 году в Бельгии состоялся финал Кубка европейских чемпионов по футболу. Между английским Ливеркулем и итальянским Ювентусом из-за болельщиков в Ливеркуле началась драка, которая спровоцировала давку. Обрушилась трибуна и погибло огромное количество людей. Каким последствиям это привело? Итак, пожалуйста, пожалуйста, давай залежай. Максим, давай. Ливеркуль включи. Болисты из-за неуважения, может быть, к фанатам, они просто взяли и развернулись и ушли с матча. С этого матча? Да. Я думаю, что с этого матча уходили все. Так, ну что ж, мы принимаем ваш ответ. У вас есть ответ? В общем, этот инцидент подтолкнул ФИФА к тому, чтобы запретить приносить болельщикам колющие, режущие предметы всякие, зажигательные и все такое. То есть, регламент был установлен конкретный. То есть, появился новый определенный, наверное, закон требования, с чем нельзя пропускать на стадион. Ну что ж, аплодисменты. Я вам расскажу, что было на самом деле. Дело в том, что после этого случая все английские футбольные клубы были лишены направо выступать в европейских турнирах на 5 лет. Ну что, аплодисменты всем. Мы закончили и этот мяч. Смотрим на табло. И так, в этой схватке, в этом интеллектуальном футболе, сегодня у нас побеждают малыши Базби. Ну а малыши, которые гормят, извините, мяса не было, были отечею пачуксы. Вам удовлетворение, аплодируем, аплодируем. Держи его на вас. Макс, Влад. Еще раз аплодисменты этой команде. Ну а вам, вот такие принцы, Настя, Рома, Егор, розовенькая девочка. Влад, Олеч и Вова. Аплодисменты команде. Я думаю, что они молодцы. Три-четыре. Молодцы! Молодцы! Спасибо участникам, спасибо болельщикам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!